Спустя почти полтора месяца после трагедии в Финском заливе появились новые подробности, которые придают этому делу неожиданный поворот. И если они перерастут в факты, то можно будет говорить, что предыдущие поисковые работы проводились либо не там, либо неэффективно. Но чтобы проверить предполагаемую версию, требуется почти полтора миллиона рублей. 42-летний Антон Чуманов до сих пор не может спокойно разговаривать. Еще вчера боль от потери брата практически затихла, но вести из Чувашии заставили его и родители переживать вновь. После масштабной поисковой операции, которая закончилась безрезультатно и тела погибших моряков не были найдены, Антон вместе с родственниками арендовал специальную аппаратуру и самостоятельно вышел в залив. После 3D-сканирования мы обнаружили предметы, которые вызвали у нас подозрения. Мы сами на себя, может, не поверили бы, отправили людям, которым мы доверяли. Эти снимки больше похожи на медицинские, но бывший сотрудник МЧС Чувашии, который теперь является частным экспертом по подводным работам, не только сумел разглядеть на них профиль МОНИ, он легко узнается с кормы, но и сформулировал осторожные предположения относительно тела моряков. Предположительно, объекты, найденные с помощью эхолота, предположительно, имеют отношение к утонувшему судну, так как находятся вблизи утонувшего судна и имеют соизмеримые габариты с исходным объектом. На остальной части акватории дна, но относительно чисто, а объектов подобных размеров не замечается. Теперь, увеличив фотографии, Антон не просто уверяет, что тела там есть, но и комментирует их расположение. Лежат на боку, руки и ноги согнуты. Надежду подкрепляет и эксперт. Он прислал мне через два дня заключение, где он стрелочками указывал, что есть что. И вот два человека, именно в момент, мы считали еще и курсикой двигалось судно, допустим, с какой скоростью, и вот место зарегания людей на 45 метров от кормы моря. Они спрыгнули, и судно ушло на дно. Если это действительно так, то возникает вопрос, почему их не нашли, когда на поиске были брошены десятки специалистов. Ответ Антона категоричен. Якобы искали плохо и не там. Но сейчас главное в другом. Что сделать, чтобы место с точными координатами все-таки было исследовано для поиска тел? Мы просим именно обследовать. Мы сдали записи ГБО в Следственный комитет. И попросили обследовать именно этот квадрат на предмет подтверждения или отрицания наличия там наших близких. Что вам ответили? Вы заплатите полтора миллиона частной компании, предоставили телефон, и тогда мы вот будем работать. Антон уверяет, что точки на фотоснимке – ничто иное, как тела его брата и матроса Алексея Наговицына. Тем временем три семьи, в том числе и капитана, уже начали сбор денег, чтобы обследовать злополучный квадрат. И в случае подтверждения предположений поднять тела на поверхность. Александр Ищерба, Александр Григорьев, Ирина Федорук, Дмитрий Бюргановский и Мурат Раслезаде, НТВ Петербург.